Ее хрустальное сердце больше не разобьется. И песню про странную безымянную игрушку, которой никто не подойдет, больше она петь не будет. У нее новое имя, новая жизнь и мама, которую она узнала сразу, с первого взгляда. И не надо было никаких представлений. У Нюры, так ее теперь зовут, появилась настоящая семья. И желание, загаданное под Новый год, сбылось. И сердце оттаяло, потому что любовь человеческая, творит настоящие чудеса. И хрустальная маленькая жизнь превратилась в хрустальный смех. Ее звонкий, заливистый смех слышно на всю округу. Узнаете? Это та самая черноглазая Айнур. Правда, это имя, кажется, навсегда осталось далеко-далеко за глухим забором детского дома. Нюр, куда ты нас всех ведешь? А Нюра, так теперь ее ласково зовут. Папа и мама. Папа и мама. Произносят негромко, застенчиво и за руки держат крепко, не отпускает. Каждый день как чудо. И это чудо она, в общем-то, дарит нам сейчас. Чудо необыкновенное. Но разве с этой хрустальной девочкой с железным характером могло быть иначе? Мы приезжали к Нюре в гости под Новый год. Вместе мечтали, пели песни. Мы готовы в магазине, никто не подает. И немного грустили. А потом миллионы телезрителей узнали о ней. Хрупкой, очаровательной и такой взрослой. А ты хочешь, чтобы тебя тоже увезли? У меня не хотят. К счастью, Нюра ошибалась. Сразу после эфира. Шквал, звонков, море писем и обращений. Но как сложно среди них было найти то самое любящее сердце. В начале, конечно, на себя это даже ты не переносишь и боишься, что для нас это просто невозможно. Но когда это пересматриваешь второй, третий, четвёртый раз, через месяц я поняла, что я уже смотрю этот ролик по несколько раз в день и уже свыкаешься с мыслью, что этот ребёнок может быть, да, может быть наш. Общались с врачами, читали про диагноз несовершенный остеогенез, собирали семейный совет и от волнения не спали ночами. Решение обдумывали все вместе, вынашивали не один месяц, чтобы потом сделать этот самый важный шаг навстречу. Этот срок занял почти 8 месяцев, то есть такая полноценная беременность. Она когда к тебе в группу приехала, ты как поняла, что это мама твоя? Ну, просто я поняла. Они обе просто сразу всё поняли. И заветная мама прозвучала так быстро. Знакомились, узнавали, немного боялись, но главное, больше не расставались. Показывай, куда мы идём? На кухню. На кухню. Пойдём. Крепко обнимая своё сокровище, Елена признаётся, нет чужих детей и быть не может. С мужем поняли это ещё много лет назад, когда усыновили красавца Ромку, а потом Тихого и скромного Максима. У них тогда уже было две своих дочки. Семья росла, и любовь росла тоже. Её точно хватит и на маленькую Нюру, которая теперь больше всего на свете. Нравится вот так – рисовать с братьями и сёстрами яркими мелками на асфальте. Таташа, Маша, Максим, Рома, мама, папа. Эту новую жизнь, когда никто не уйдёт и не оставит, когда на ужин собираются все вместе, когда забота и окутано всё вокруг, она, конечно, только пробует на вкус. Привычки недомашнего ребёнка обязательно растворятся в любви, но не сразу, говорит Елена. А пока у Нюры не детский аппетит, когда хочется перепробовать всё и сразу. А ещё она тихо-тихо просыпается, так что никто не заметит. Вот она просыпается, и никакая радионяня не может распознать этот момент. Она просто тихо лежит. И вот мы даже уже колокольчик в постель положили. Волшебный колокольчик, море игрушек, книжек и новых нарядов – всё это у Нюры теперь, конечно, есть. Но главное есть осознание – она уже никогда не будет одна. Мечты сбываются, если очень сильно захотеть. А любви в мире куда больше, чем равнодушие. Любви, которая и творит чудеса. Хочется, чтобы она была счастливой, чтобы она была самостоятельной, чтобы у неё была какая-то своя жизнь, своя реализация, своя семья. И, в общем-то, неважно, какие будут конкретно достижения, то есть они у каждого ребёнка свои. И так мы воспитываем всех своих детей, что у каждого свой какой-то путь. И главное, чтобы человек был человеком. Да? И вот такое счастье. Екатерина Мерезовская, Илья Марьин, Дарья Рыбакова и Сергей Клишин. Первый канал. Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok